Так, Алексей, я вот сейчас решил, как решился вопрос о встрече с президентом, тут Ирина, я спрашиваю. Очень просто, отказали, сказали, что это не является инициативой, связанной с социумом, с обществом, вообще, не имеет отношения к целям РОИ, российской общественной инициативой. Так, следующий. Про Анзоро-Музаевскую инициативу о 69 показателях. Слышали же, да? Я слышал, что они собираются проверять учителей. Да, вот проверять учителей. Я не знаю, я вот, как бы, я всегда говорил, что это просто орган, который нужно как зуб вырвать. И я все больше начинаю быть в этом уверен. Блин, вот, Алексей, вот, мне очень импонирует вот такая вот... А я не знаю, как иначе сказать. Да, это на самом деле так и есть. Вот они, значит, страну довели до того, что никто не идет в учителя, и теперь еще оставшихся героев, сверхгероев, супергероев, они собираются тестировать с какой-то позиции вот каких-то, значит, гуру, не знаю кого, да? Да, при том, что эти люди не стоят вообще, их существование жалкое, бессмысленное, они никому не нужны, и они есть, чтобы только кошмарить других людей. И вот как тут, я не знаю даже, что еще сказать. Все, точка. А есть ли реальные силы, чтобы отменить вот это мракобесие, наказать, выкинуть вот этих цифровизаторов? Я не знаю. Я не понимаю. У меня время от времени я встречаюсь с какими-то людьми, которые мне говорят, Алексей, вы не понимаете весь план, он очень хитрый, он на много лет продуман, вот сейчас вот всех пересажают в системе обороны, воров, а потом возьмутся за место, где больше всего надо сажать, но я развожу руками, говорю, ну если так, хорошо, подождем, мы сидим. То есть вы верите, что... Я не знаю, я не знаю, как вы видите. Что можно что-то изменить. Ну смотри, в обороне, безусловно, нет, вот в обороне идут процессы, которые никто не ждал. Ну то есть как, их ждали с вожделением, и они идут. Ну значит верить можно. Ну то есть как, представь себе, что через год Путин скажет, все, надоело. Всех, тюрьму всех поголовных, да? Ну как он скажет, расследуйте, пожалуйста, мне нет ли там воровства и превышения полномочий. Ну и естественно будет у всех подряд. Вот, ну и соответственно как бы будет вот этот великий шокер. Но как, мне очень хочется, я просто не знаю, даже более до этого, да? А вот бывший главный методист Министерства просвещения СССР Александр Денисенко спрашивает. У меня говорит, уважаемый Алексей Саватеев, вопрос, будет ли коррекция содержания школьного матобразования в условиях появления цифровой культуры и ее бурного распространения? Это никакой цифровой культуры. Без культуры есть цифровая. Какая цифровая культура? То, что отдельные личности умеют пользоваться интернетом и смотреть какие-то замечательные курсы, есть такое дело. Ну, во-первых, значит, давай даже оставим в стороне вопрос о том, что цифровой помощник помогает одному проценту школьников, на мое представление. Это вот тот же процент, у которых есть нормальный учитель математики. То есть здесь очень важно, чтобы у тебя был нормальный учитель, тогда ты можешь продолжать их в интернете. И тогда, да, все мои лекции идут, мой канал, например, отличный цифровой помощник. Для кого? Для тех, у кого учителя есть. Остальные ничего не понимают, не бельмеса. То есть это первое, но это ладно. Хорошо, допустим. Допустим, но как цифровизация, значит, подача материала сказывается на самом материале? Никак. Ну, хорошо, допустим, кто-то умеет через цифры слушать прекрасные уроки. Но сами уроки, это классический урок по обычной схеме урока. Да, совершенно нет. Просто через интернет. Поэтому ответ – никак, ничего. Единственный вопрос, действительно, правильный, который надо задавать, это что оно сейчас совершенно перегружено, и при этом никто ничего не проверяет. То есть, как сказать, на бумаге все там производные учат, а на деле никто просто не понимает, что это угол наклона касательного там. То есть огромный разрыв между тем, что формально написано «знают дети», и тем, что реально дети знают. Вчера мне Сашка, наш из родной школы, прислал, значит, наш соратник Александр Чуваков, который ведется, прислал диплом своей дочери. Ты видел диплом? Открываешь, а там ничего не написано. Пустота белого листа. Там вкладыши какие-то есть, но ты понимаешь, символизм, он важен. Символизм сегодняшнего диплома. Дети не знают ничего. Точка. Да, некоторые умудряются сдавать так или иначе экзамены. Кто-то, конечно, что-то знает, но это очень маленький процент. И что с этим собирается делать власть? Собирается ли она с этим что-то делать? А, кстати, вот с кем во власти можно коммуницировать-то? Да и мне все равно, с кем коммуницировать. Есть там люди такие или нет? Мне кажется, что Кравцов уже исчерпал всякие лимиты, то есть мне кажется, что с ним невозможно коммуницировать. Но вот питать иллюзией, что сейчас его снимут, поставят следующего и все начнет резко решаться, я не буду. Потому что это создано не одним Кравцовым. Кравцов доканывал это все. Но начинали 30 лет подряд до него, как бы, работа была. Я помню, один раз мы пошли за дровами в деревне Колечково Ярославской области, Тутаевского района. Пошли, 26 мороза, дров мало, все спилены вокруг. И холодно, и дров мало. Смотрим, стоит сруб печи, ой, сруб избы, старые уже заброшенные, ясно, что никто не жил здесь, там, сотни лет, не знаю, 50 лет. Вот, все совершенно обветшало, и какие-то дровины торчат. Ну, мы их похватали, а потом вдруг на нас что-то, какой-то нас обуял, вот, первобытный, вот, я даже не знаю, я передать это не могу. Ну, во-первых, все были под этим самым, под шофе, и, как бы, вдруг кто-то предложил, давайте возьмем вот этот колонн и будем раздалбывать печь. Вот возьмем и будем раздалбывать, ее радостно во все стороны, и полетели кирпичи. И мы забыли про дрова всякие, мы согрелись за этим занятием. Вот, фигачили этим шимовом по печи, мы ее раздолбали в хлам, понимаешь, да? Ну, пару дровин, может, и принесли. Вот у меня ощущение, что Минпрос и Рособорнадзор схватили молот и долбают остатки, вот, как бы, печи в старой избе. То есть никто не ставит никакой задачи вот это спасти, ставит задачу полностью убрать учителей из школы, полностью. Потому что на оставшееся место придут цифровизаторы, жулики с их, значит, вот этими вот неработающими досками интерактивными. Видел так, как она работает? Вот так все доски в России работают у нас. И придут, значит, со своими этими ресурсами на этих ресурсах, как говорит Виклиемский, можно там распилить несколько сотен миллиардов рублей в год. И распилят, и все, Родину бросят, значит, как вот эту разрушенную избу и уедут куда-нибудь на Канары. Вот что представляют собой наши два министерства. Про министерство науки я не знаю более подробно. Дело в том, что министерство науки, ну, там как-то чуть-чуть лучше все. Но им уже доставляют, как бы, на уху уже приходят те, кто вот после этой школы, поэтому там тоже проблем очень много. Но вот эти два, это все. И я не знаю, я не знаю, что дальше будет. Я не знаю. То есть ясно, что вот эта проверка учителей на профпригодность, это продолжение, исключение просто учителей из школы. И у меня нет веры, нет никакого доверия людям, которые будут эту проверку проводить. Ни малейшего. То есть это, ну, как бы, это просто создать еще больше проблем, чтобы поскорее сбежали. Я не знаю, слышит ли меня кто-то, не слышит ли меня кто-то. Я думаю, что я просто это выложу. Вот в какой-то момент я что-нибудь такое выложу на свой канал, который там 350 тысяч, просто на главный канал. Потому что я не знаю, куда еще кричать. Ну, кто еще не видит, что происходит. Стратегия цифровой трансформации образования, это стратегия полной ликвидации образования. Все. И это, дальше набегая демагоги, у меня очень много демагогов. Пишут мне, много демагогов. Они пишут, что, Алексей, почему цифровизация бывает полезной? Вы же сами ведете такой прекрасный канал. Прекрасный, да, канал? Из того, что урок математики всем готов рекомендовать. Да, но это же совсем о другом. Они что, они разве это там предлагают смотреть как-то там? Они не это, они предлагают зарегистрироваться на портале. Чтобы смотреть ресурс хороший, мне не нужен портал. Зачем мне регистрироваться? Я вхожу и смотрю, а дети должны регистрироваться. То есть возникает вопрос, а зачем вы склоняете всех к регистрации? Ну, ответ, который мне приходит в голову, состоит в том, что нужно всех детей записать, ввести реестр и продать этот реестр дорого трансфункциональным корпорациям. Да нет, наши, наши вряд ли, наши и так все получат. В общем, как-то вот вся эта структура, ну, я говорю, луч надежды в том, что Минобороны трясут, а значит еще трясти кто-то умеет. Ну, сейчас как бы перетряхут Минобороны, вернутся сюда, увидят этот ролик и скажут, а давайте возьмемся за образование. Поехали. Потому что, может быть, набрать, кому-то надо набирать большой административный вес. Вот, я об этом говорю. Ну, люди, которые разделяют мои взгляды и вообще в целом разделяют идеи родной школы, они во власти есть. Я не хочу перечислять, чтобы никого не подставить, но в любом случае, я в любом случае скажу, что Сириус, который я постоянно посещаю, руководится моими единомышленниками, конечно. Дальше что-то связано с какими-то кредлевскими играми. Я их не понимаю. То есть, казалось бы, модель Сириуса, она не только на самый топ. Там есть лицей, который набирает, на секундочку, всех сотрудников, детей всех сотрудников, всех, не только профессоров. И у него очень хорошие результаты. Ну, по крайней мере, судя по тому, что мне рассказывали. И это вполне себе могла бы быть схема для всей России, но как бы сейчас этот лицей, ну, он сейчас просто вот есть хороший лицей, да, вот он есть и все. Но он не один такой, есть там куча школ хороших. По России есть много, то есть, если идея в том, что вот я должен набрать какой-то административный вес, например, открыв свое собственное дело школьное, то это не нужно совершенно, потому что есть много людей, занимающихся этим лучше и профессиональнее. Новая школа Черноголовки. Только что посетил ее, значит, с одной стороны частная, с другой стороны отбор не связан с финансами родителей, и поэтому если ребенок поступил, и родители доказывают, что платить не умеют, они ничего не платят. Если доказывают, что платить могут, они такие деньги, платят половину. То есть есть места, ну, вообще сейчас, как бы, чем дальше, тем больше вот лиц, у нас же как, у нас как трава все растут. Хорошие люди в России растут как трава. Их всех все равно они не переубивают, не перешибают. И это вот новые проекты, они возникают, и они есть. Жалко, что это же можно было во всю страну сделать, а это не делается. Вот это жалко. Поэтому говорить, что пусть Саватеев покажет, что его идеи работают, ну, они работают, в этих школах работают, мои идеи. Ну, просто мои идеи, это не мои идеи. Это нормальные педагогические, ясные любому простому учителю. У меня нет никаких сверхидей. И вообще я, как бы, не должен рассматриваться, как, ну, там, как человек, произносящий что-то неожиданное, какие-то гениальные мысли про образование. Ни одной гениальной мысли. Ни одной. Просто иногда метафора хорошая получается. А мысли-то все всем известны. То есть как Леннон. Леннон говорил, что он поет, да, простые песни, которые другие не могут спеть, потому что у них нет времени на это, у них они загружены работой, делами. И вот он вот за таких простых, значит, британских ребят он поет. Вот так же я. Я выступаю, потому что у меня есть, ну, время от времени, есть время на то, чтобы выступить. И потому что у меня там чуть-чуть, может, подвешен нормальный язык. Но ни одной идеи, которая бы была не очевидна всем учителям, работающим в России, я никогда не высказываю. Вот ты как учитель отлично это знаешь. Так, хорошо.